Омские коммунальщики установили рекорд из города. За одни сутки они вывезли 7700 кубометров снега. Это абсолютно рекорд с начала зимы. Однако сугробы на обочинах улиц и во дворах по-прежнему остаются впечатляющими. В мэрии Омска даже пошли на крайнюю меру. Начали выдавать талоны на бесплатный вывоз снега. Их жители частного сектора могут взять в окружных администрациях или ктосах. Как готовятся к будущему паводку сибиряки, знает Дмитрий Куканус. Жители Новосибирска со страхом ждут оттепели. Прогноз на весну в городе пессимистичный. Из-за аномальных осадков успели ввести режим ЧС. Кое-где вода уже заходит в дома. Воды очень много. Бывает, я откачиваю даже. Просто вот тут лужа стоит. Самое низкое место. И со всей улицы бежит вода. Да, конечно, будет потоп целый. А там он и выше. Сюда вся вода прибежит. В Омске в прошлом году подтопило сотни частных домов. Сейчас сугробы на улицах еще больше. В мэрии даже ввели систему талонов на бесплатный вывоз снега. Но жители этой возможностью не пользуются. Машин 10-20 пришли под талоном. Часто еще, как говорится, не кинулись. Они, конечно, часто еще мало вывозят. А вот ближе сейчас, в конце февраля или в начале марта начнутся уже большая вывозка снегу частного сектора. В Томске из-за снежных гор автомобили с трудом заезжают на свалку. Полигоны переполнены. В пределах 200-250 тысяч тонн наши полигоны еще способны принять. Вывоз снега с города, он сейчас ведется в постоянном режиме. Вот это все равно все отразится на то весеннее половодие, которое произойдет в конце марта, в апреле. В Новокузнецке к паводку готовятся с осени. На Томи, куда каждую весну впадают паводковые воды из десятков небольших рек и ручьев, строят шандорный затвор – систему, которая отведет воду от поселков. Ждали его довольно долго. Предназначено для отвода воды с Арджинкидзовка района. Там порядка 10 малых рек по району, такие как Байдаевка, Дружинина, Оленина, Зыряновка и так далее. Сейчас регионы делают все, чтобы встретить большую воду во всеоружии, но не всегда результат будет зависеть от их усилий. Судьба многих поселков, а то и крупных городов, зависит от того, в каком режиме будут сбрасывать воду из крупных водохранилищ – Бухтарминского в Казахстане и Абскова в Новосибирской области. Так, в прошлом году из-за внеплановых сбросов затопило сотни дачных участков. Дмитрий Куканас, Юлия Боброва, Павел Теунов и Наталья Киселева. Новости здесь, Омск.